Здравствуйте! С вами Лилия Дроздова. И мне поступил вопрос, как сделать цельнокроенный рукав, чтобы он был узкий. Хочу вам показать. Вот это платье у меня тоже с цельнокроенным рукавом, причем достаточно узким. Но это джерси. Джерси-трикотаж. Он растяжим, поэтому в легких изделиях допускается цельнокроенный узкий рукав без ластовицы. Также хочу вам показать изделие с цельнокроенным рукавом, но уже больше склонным к летучей мыши. В таком рукаве тоже комфортное движение. Если вы собираетесь шить верхнюю одежду, жакеты, легкие пальто или даже утепленные пальто, и не хотите делать широкий рукав, то вам потребуется построить выкройку с цельнокроенным рукавом и с ластовицей. Сегодняшний урок как раз этому и посвящен. Но сначала мы снимем мерки. На сегодня моей моделью будет мой манекен. Вы уже видите, что я завязала резиночку по линии талии. Это обязательно нужно сделать, потому что резинка сама найдет место талии. А если по данным, то талия находится на уровне локтя. То есть, если вы подвязываете резиночку, посмотрите, где находится ваш локоть, и резиночка должна быть именно на уровне локтя. Видите? Итак, нам потребуются следующие мерки. Обхват талии, обхват бедер. Вы вот так подсоединяете и опускаете, чтобы все части тела прошли через эту мерку. У кого-то выступающая попа, выступающий живот. То есть, максимальная мерка обхват бедер. Мерка обхват груди. По выступающим точкам груди, параллельно полу, ширина спины измеряется от точек соединения спины с рукой. Ну вот плохо видно. Вот предположим, вот отсюда уже идет рука. Я вот так нарисую. То есть, ширина спины у вас будет измеряться вот именно от этих точек соединения спины с рукой. Длина спины измеряется от седьмого шейного позвонка до линии талии. Длина изделия и длина рукава. Ну, это вы определяете по себе. А также нам нужна будет мерочка для контроля. Обхват руки. Ну, я покажу на себе. То есть, вот в этом месте вы делаете измерение, прижимаете руку. То есть, самое широкое измерение по обхвату руки. И вот эту мерку записываете себе. Итак, мерки у нас записаны. Приступаем к построению. Построение ластовицы по книгам очень сложное. И не каждый с этим справится. Я покажу вам более легкий способ, как можно построить стельнокровенный рукав с ластовицей для комфорта движения. Мы сняли мерки. Нам понадобится объем груди, объем бедер, длина рукава, длина изделия, длина и ширина спины. Вспомогательные мерки это объем талии, объем рукава. Потому что мы должны иметь их в виду, чтобы не сделать вещь маленькой. Итак, ткань я сложила вдвойне, в два слоя. Это у меня макетная ткань. Я буду чертить выкройку сразу на ткани. Значит, отмечаем, это сгиб ткани. Сгиб. Но если вы хотите сделать на спинке приталивание, то здесь может быть шов. Я буду делать сгиб, потому что цель нашего урока это построение стельнокровенного рукава с ластовицей. Остальные моменты вы можете моделировать по своему вкусу. В моем случае это будет сгиб. Значит, отмечаю точку, точку ростка и провожу прямую линию. Перпендикулярно сгибу. Сначала мы сделаем сетку. Далее вниз откладываем мерку длины спины. В нашем случае это 43 см. И тоже проводим перпендикулярно сгибу линию. Теперь находим середину от точки ростка до линии талии. Это 21,5 см. И проводим перпендикулярную линию. Длина изделия в моем случае будет до конца ткани. Это где-то примерно 60-70 см. В вашем случае, смотря какое это изделие, жакет, пальто или еще что-либо, то длину от талии вы отмеряете, какая у вас будет по изделию. Теперь линия бедер. В среднем откладывается 17-18 см до линии бедер. И проводим такую же перпендикулярную линию. Так, мы отложили на сетке линию ростка. Это наша рабочая линия. Ориентировочно линия груди, но это не линия груди. Линия талии и линия бедер. Теперь мы на этих линиях откладываем наши объемы. Причем мы откладываем 1 четвертую каждого объема и прибавляем 3 см на свободу облегания. То есть, в общем, на изделие у нас свобода облегания будет 12 см. Так как это изделие верхнее, то есть какой-то верхний жакет, летнее пальто или утепленное пальто, тем более, то изделие должно быть свободным. Поэтому на 1 четвертую объема мы прибавляем 3 см. Так, я посчитала 1 четвертую объема. И теперь отмечаю. Значит, объем бедер 1 четвертая 24 см плюс свобода облегания 3 см. То есть 27 см я откладываю по линии бедер. Объем груди 22,5 см плюс 3 см 25,5 см отложила. Примерно так же сделаю отметку по линии талии, но, как правило, изделия с цельнокроеным руколом не приталиваются. Но по желанию можно сделать легкую линию приталивания. 18,5 см плюс 3 см будет 21,5 см. То есть в моем случае, я не знаю, вот видно, то есть вот эта точка бедра, талии и груди – очень сильное приталивание. Такое, конечно же, приталивание делать не стоит. Поэтому мы сделаем от линии бедер до линии груди такую просто легкую линию. По линии груди мы откладываем ширину спины. В нашем случае ширина спины была 40 см, половина ширины спины 20 см. Откладываем 20 см и проводим линию перпендикулярную нашей рабочей линии. То есть вот это будет наша ширина спины. Далее сейчас оформим росток и будем делать плечевой скос. Так как это все-таки верхнее изделие, то росток мы сделаем 8 см. И вверх от этой точки сделаем 3 см. Тоже примерно. Потому что свободный крой, если бы у нас был какой-то жакет четко по фигуре, то, конечно, мы бы сделали высоту ростка, может быть, 2,7 см. Но в нашем случае это свободный крой. Мы делаем высоту ростка 3 см. То есть вот от линии ростка поднимаем на 3 см. И делаем линию горловины по спинке. И вот эта вот точка, соединение нашей ширины спины и линии ростка, мы ее проводим, это будет наше плечо. Итак, мы с вами построили ширину изделия, построили вырез, построили плечо. И теперь самое главное. Приступаем к построению целенокроенного рукава. Для этого нужно сетку немножечко продлить. Я вот как ткань позволяет продлила. И от точки соединения ширины спины с плечевым склоном откладываем сантиметров 7-8 см. Зависит от вашего размера. Если у вас очень большой размер, можете 10 см прибавить. Если там 46-48, прибавляем 7-8 см. И вот от этой линии мы должны провести линию примерно под 45 градусов к линии ростка. Вот эта точка 7-8 см, которую мы отложили от точки соединения ширины спины с плечом. Давайте просто отложим ровное количество в сантиметрах. Ну вот, например, у меня до конца ткани 35 см. И вниз 35 см. И теперь соединим точку, которая у нас получилась вот здесь, с вот этой вот вершинкой. Ну так, пока не очень жирной линией. И эту линию мы должны сами преобразовать в красивую линию. То есть мы вот здесь обрисовываем по нашей проведенной линии к плечу. Делаем как бы вот такое вот скругление такое делаем. Видите, да? Чтобы плечевой шов у нас плавно перешел в шов рукава. Вот. Таким образом мы получили верхний срез рукава. Соответственно, мерка длина рукава. Ну, я взяла 50 см. То есть от вершинки плеча вот я откладываю 50 см. И вот эта линия должна быть под углом 90 градусов. Это будет низ рукава. Низ рукава. Ну, низ рукава, соответственно, вы определяете, какой вам нужен для комфорта вот в верхнем изделии. 27 см. Вот мне, например, достаточно. Кому-то надо больше. 27, но пополам. У нас будет 13,5. Это вот низ рукава. Так, вот теперь смотрите следующий момент. Окружность руки. В моем случае окружность руки 30 см. И я замеряю от шва рукава до точки бокового шва этот размер. В моем случае здесь получается 16 см. А объем рукава у меня 30 см. То есть тут получилось шире на 2 см. Но так как это верхняя одежда, то 2 см это, конечно, мало. поэтому мы по боковому шву опускаемся. Ну вот я опущусь хотя бы так, чтобы у меня по объему рукава было вот 19 см. Вот. То есть вот этот вот размер я сделала 19 см. При моем объеме руки 30 см. То есть в вашем случае ну здесь получается прибавка по 3 см. Правильно? 15 плюс 3 18. Ну я взяла 19. то есть здесь прибавка идет на свободу облегания там 4 см. И точку низа рукава вот здесь вот тоже прямой угол мы соединяем вот с этой точкой, которую мы определили. Ну такая она получилась изогнутая. Можно ее сделать просто ну как бы более прямой. Давайте пока сделаем более прямой. Вот такая вот линия более прямая. вот вот получился наш рукав. Сейчас я вам его обведу красненьким, чтобы было лучше видно. То есть низ рукава под прямым углом, потом линия соединяющаяся с боковым швом, боковой шов и плечевой шов. А теперь моделируем нашу ластовицу. ластовицу. Зрительно определяем бисектрису вот этого угла. Делаем бисектрису угла и проводим вверх вот такую вот линию. То есть вот эта линия это продолжение бисектрисы угла между линией рукава и линией бока и на этой линии мы откладываем ну опять же 7 сантиметров на размер там 46-48 8 сантиметров если размер там больше и продолжаем вот от точки соединения продолжаем линию вверх и теперь под прямым углом проводим линию в точку 7 сантиметров то есть у нас такой получился треугольничек видите да то есть вот такой треугольничек вот я его сейчас заштрихую вот этот треугольничек это 1 четвертая нашей ластовицы сейчас я возьму кальку обведу его и сделаю ластовицу в полную величину то есть вот смотрите я из кальки обвела и вырезала вот этот вот треугольничек который у нас здесь получился теперь беру кальку складываю пополам и пополам в другую сторону накладываю этот треугольничек прямыми линиями к сгибам и обвожу так вот у меня получилось вот такая вот модель ластовицы но теперь хочу обратить внимание на один момент когда вы выкроете вот это из ткани и сделаете прорез то здесь вам нужно будет откуда-то взять естественно на шов вы же это место должны будете соединить с ластовицей примерно по 5 миллиметров поэтому мы увеличим ластовицу на 5 миллиметров с каждой стороны то есть вот смотрите вот эту линию мы увеличиваем на 5 миллиметров понятно да вырезаем и разворачиваем вот так будет выглядеть наша ластовица которая будет вшиваться вот сюда все теперь я вырезаю спинку и приступаем к переду при пуске беру везде один сантиметр если у вас рыхлая ткань берите больше на обработку так вот мы вырезали спинку накладываем спинку перекатываем ткань или валетом как вы смотря какая ширина ткани у вас как вы разложите выкройку валетом или у вас будет две длины то есть вот я разложила ткань положила спинку вот здесь вот я ставила полтора сантиметра на полу за нос смотря какая у вас будет застежка если у вас будет двухбортная застежка вам на полу за нос нужно оставлять больше, то есть 7-8 сантиметров. Если у вас однобортная застежка, полтора-два сантиметра. Если у вас подборт цельнокроенный, соответственно, на подборт. Сейчас делаю урок не об этом. Я пока оставлю полузанос полтора сантиметра и делаю следующие корректировки. Чем отличается полочка от спинки. Балансом изделия. То есть мы находим верхнюю точку плеча и от нее вверх откладываем два с половиной сантиметра. Это на средний размер 46-48, два с половиной сантиметра, даже на 50 размер этого будет достаточно. Если у вас очень большой размер 54-56, делайте 3 сантиметра, но больше трех сантиметров. баланс изделия, передняя пленка не поднимается. И, соответственно, поближе вот так сделаю. То есть мы подняли переднюю половинку на два с половиной сантиметра и провели прямую линию к центру переда. И делаем вырез горловины. Ну, 11 сантиметров. Вы можете сделать меньше, больше, в зависимости от модели. Может быть, у вас вообще английский воротник, и тогда он строится совсем по-другому. Вот я отгибаю и прорисовываю вырез горловины. Далее. Вот эта точка плеча верхняя. Мы ее соединяем с точкой плеча, которая у нас на задней половинке. Ну, припуске я отгибаю, соответственно, и соединяю, чтобы все было точно так же. Больше никаких изменений нету. Только баланс изделия и вырез горловины. Все остальное я вырезаю точно так же, как и задняя половинка. Итак, вырез горловины. И дальше одинаково. Ровно так же, как и задняя половинка. Так, вот мы вырезали переднюю и заднюю половинку. Пока они у нас вместе, мы должны сделать вот этот надрез. То есть мы делаем надрез до точки 7. Вот видите, это то, куда будет пришиваться ластовица. Все. А, мы должны еще выкроить две ластовицы. И на ластовицу тоже должен быть припуск. По сантиметру я возьму. Да, забыла вам сказать. Ластовица тоже имеет долевую нить. Поэтому ее долевая нить по длинной стороне. То есть вы должны выкраивать, соблюдая вот эту долевую нить. Итак, я подготовила две ластовицы. Припуск сантиметров с соблюдением долевой нити. На выкройке не забываем отмечать линию талии, чтобы нам потом было совмещать по контрольным точкам. Так, смотрите, как это все должно быть соединено. Берем нашу одну половинку. Допустим, вот я взяла спинку. Вот наша конструкция, которую мы прорезали. Мы ее вот так вот открываем. И наша ластовица должна длинными углами входить в боковой шов. Рукава и боковой шов изделия. Поэтому вот здесь я отметила точки вершины ластовицы. И вот эта точка, по которой мы разрезали, мы должны соединить. Это у меня правая сторона. То есть точку на ластовицы я соединяю вот с этой вот точкой. Да, кстати, любую ткань перед тем, как разрезать, вот этот участок проклейте дублерином. Потому что, когда вы прорежете, и буквально в миллиметре должен быть шов, здесь все будет очень такое рыхленькое, поэтому обязательно укрепите. Так как у меня макетная ткань, я укреплять не буду. То есть вот у меня разрез, я его раздвигаю, точку на ластовицы. Соединяю буквально в миллиметре от точки, до которой мы разрезали. Вот так вот. И край соединяю с боковым швом. Начинаю прокладывать строчку, дохожу до этого уголка, вот так вот разворачиваю ластовицу на игле и продолжаю строчить до другого бокового шва. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть вот смотрите, от одного бокового шва через вот эту точку разреза до другого бокового шва. Здесь припуск у спинки совсем маленький. То есть на ластовице он сантиметровый, а у спинки и у полочки он будет совсем маленький. И вот в этом месте будьте аккуратны. Здесь вот должно потом получиться у вас очень аккуратное соединение. Вот этот вот уголок. Как теперь пришивать вторую часть? Значит, вот это у нас лицевая сторона спинки. Мы прикладываем лицевой стороны полочки. Соединяем по краю шва рукава. Доходим до точки соединения с ластовицей. Переходим на ластовицу. Точно так же на вот этой точке разреза закругляемся и продолжаем строчку по боковому шву. Соединила все детали, померила и хочу внести корректировочку. Сказать вам, что здесь немножечко не так. То есть, когда мы с вами строили верхний шов рукава, вот здесь, помните, мы отложили 7-8 сантиметров, и от них мы сделали угол 45 градусов. Вот смотрите, в принципе, при построении вы так и оставляете, но вот этот вот, у меня рука тонкая, и получается, что вот это вот закругление, которое мы здесь сделали, оно для меня лишнее. И мне нужно сделать рукав вот где-то от локтя. Я его вот так вот спрямляю и ухожу в точку плеча, вот в эту точку. То есть, вот мне будет вот так комфортнее. Если у вас рука полная, то вы оставьте вот этот вот изгиб на примерке. Если он будет вам лишний, вы его срежете вот таким вот образом. Ну вот, макет готов. Сейчас я вам покажу поближе, как выглядит цельнокройный рукав с ластовицей. Макет выполнен из макетной ткани, поэтому он, конечно же, тоненький, но важна суть. То есть, вот наш цельнокройный рукав. Вот он, смотрите, он узкий. И вот так выглядит ластовица. Вот она, смотрите, вот этот ромбик, который вшивается в боковые швы рукава и полочки и спинки. Это наш чертеж. Так как выкорька была построена прямо на ткани, вот так это выглядит. То есть, спереди у нас не видно ничего. Сзади тоже не видно. При этом треугольничек занимает свое место. Этот легкий способ построения ластовицы я недавно узнала и спешу поделиться с вами. Так как мерки были мои, использованы при построении макета. Вот я надела на себя. Вот смотрите, допустим, это у нас какой-то жакет. Вот достаточно узкий рукав. Поднимается рука. Видите, даже сильно не задирается полочка, чтобы поднять руку. Вот наш треугольничек, который позволяет нам поднимать руку. Видите, все очень комфортно и красиво. Нет никаких вот этих мешков и складок, как у летучей мыши или других цельнокроенных широких рукавов. Пробуйте, делайте все в ваших руках. Я верю в вас. У вас все получится. Дорогие мои подписчики, по определенным причинам я изменяю название своей мастерской. И теперь моя мастерская называется Неловкий портной, а швейная мастерская Лилии Дроздовой. И я, ваш швейный консультант, готова ответить на любые ваши вопросы. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, делитесь видео в соцсетях, задавайте вопросы. Желаю вам творческих успехов.